Я все же поиграл в состязательный плейлист Горнила. И это было даже не зря, ведь с финальной формой в него была добавлена новая уникальная награда, которая стоит того, чтобы пострелять в других стражей пару часов в неделю хотя бы. Автомат Ответный Удар. Это полностью новый, уникально выглядящий автомат. Да, дожили. На серьезке хвалим разработчиков за то, что закинули в плейлист не Рискин награду, а полностью новую. Ну, красивый же автомат, скажите. И красится годно, и геометрия балдеж, и прицел приятный. А еще он и стреляет отлично, и может быть вполне себе пригодным, несмотря на свой 720 архетип. И при правильном подборе перков, Ответный Удар может стать лучшим автоматом после нерфа экзотического автомата Хвостов, о котором Банжи сообщили недавно. А какие перки правильные, и как получить, и фармить этот автомат, поговорим в этом видео. Но сначала, конечно, напомню, что если вы как огня боитесь ПВП, или любого другого скучного и сложного фарма, вы можете поручить это занятие сервису Двинг. Они уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальной формы может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVipe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. И еще, в связи с большим количеством заказов, сервис открыл недавно набор новых сильных игроков, готовых помогать другим с активностями в Destiny 2. Так что если вы опытный игрок и хотите присоединиться к команде Двинг, напишите им. Ссылку на сайт и контакты оставлю в описании. Получить автомат ответный удар, или коротко репост, можно сыграв калибровочные матчи в состязательном плейлисте Гарнила. После того, как вы получите первый автомат за калибровочные матчи, вы можете каждую неделю отыгрывать на каждом своем персонаже по 3 матча состязательного плейлиста и получать по еще одному автомату с рандомным набором перков. Автомат репост неметового архетипа, как я сказал, и делает 720 выстрелов в минуту. Но, опять же, это ничуть не делает его бесполезным. ТТК, то есть время убийства противника из этого автомата стартует от 0,83 секунд при стрельбе в крит по противнику с параметром стойкости в 10 единиц. И максимум может быть увеличен до секунды и 42 сотых, если стрелять все в тело. Мы понимаем, что это хорошее время убийства, если сравниваем его с ТТК другого легендарного оружия, которое сейчас находится в топе меты. Например, фото с розой, с магматическим молотом или импульсной винтовкой посланец. А еще у репоста 17 зум прицела, что больше, чем у других автоматов на облегченной раме. И это тоже делает его уникальным в своем роде, облегчая прицеливание на средней и дальней дистанции. Как ранее игроки уже убедились на примере экзот хвостова, больший зум напрямую означает большую стабильность и удобство использования на дальней дистанции, хоть и не увеличивает дистанцию до падения урона автомата. А еще минусом автомата, который как раз вы чаще будете замечать при стрельбе на дальней дистанции, могу назвать его отдачу. Она не то чтобы ровно вертикальная, так что обратите на это внимание. Исправить или повлиять на это можно, либо вставив мод ложа с противовесом, либо в первой колонке поставив ствол перк стреловидный тормоз, чего я все же не советовал бы, позже объясню почему. Либо, если в последней колонке, в которую у автомата кстати выбираются приклады, получить подогнанный приклад. Да, у автомата есть дополнительное преимущество, наличие колонки перков приклада, который еще больше улучшит его статы. Так что давайте хватит тянуть, какие же перки нам выбрать для того, чтобы вот заскринить и ждать, когда же нам выпадет тот самый правильный ролл. В первой колонке я бы сосредоточился на зауженном стволе, который увеличит дальности стабильной стрельбы на 7 единиц, или на перке чеканные нарезы, который даст аж плюс 10 к дальности. А дальность это самое важное, на что мы смотрим при выборе оружия в пвп. В третьей колонке ставим или постижение дзен, который именно для автоматического оружия является одним из лучших по моему мнению, или палец на спуске, если хотим получить потрясающую стабильность с самого начала момента стрельбы. В качестве хорошей альтернативы можно и убийственный вихрь выбрать, он хорошо будет работать на вас при серии убийств, но я все же предпочел бы первые два перка, потому что на серии убийств мы будем брать перк в третьем столбце, и тут без вариантов мы хотим киллерский магазин, который дает на 20% больше урона после перезарядки после убийства. Ладно, может без вариантов я загнул, ведь тут у нас еще есть на бис, например, который многим на этом автомате как раз нравится, перк накапливает стаки, которые увеличивают дальность и стабильность, буквально два самых важных параметра для любого автоматического оружия. Но все же киллерский магазин тут жесткий фаворит, на мой взгляд, потому что его элементарно активировать, добили чувака из автомата, перезарядились и в следующего вливаете уже на 20% урона больше. Другой перк на урон, отчаянные меры я тестил и хорошего о нем ничего сказать не могу, так что я бы его рассматривал исключительно как перк, с которым вы будете играть до тех пор, пока не выбьете киллерский магазин. Таким образом, связку, палец на спуске или постижение дзен плюс киллерский магазин я готов назвать лучшим набором перков. Первые улучшат удобство и статы, а второй урон. А значит при игре в том же контроле или любом другом казуальном режиме, вы постоянно будете получать бафы, которые сделают из вас просто ходячую турель, способную перестрелять, даже метовые револьверы или пульсы из испытания Сириса, как минимум на средней дистанции. Баланс Дестони обычно довольно жесток к автоматам, как-то так исторически сложилось, можно по пальцам пересчитать сезоны, в которые они закрепились в мете пвп прочно и надолго. Даже сейчас, как только было замечено, что хвостов творит суету и грязь в гарниле, а игроки чаще выбирают именно его, вот список оружия, с которым стражи заходили в испытания Сириса на этой неделе, автомат в общем занерфали. Так что есть вероятность, что именно на ответном ударе остановится выбор фанатов автоматов в ближайшее время. Так что заранее подготовьтесь, позаботьтесь о том, чтобы выфармить тот вариант перков, который я обсудил с вами в этом видео. Мне лично очень нравится играть с ним, и я определенно буду пытаться выбить этот автомат с лучшим набором перков. Непременно подпишись на канал, сейчас в ближайшее время я буду чаще выпускать видосы именно об оружии, но напиши в комментариях, о каком оружии ты хочешь узнать больше, или какие темы для роликов интересны на моем канале. До связи!